привет друзья с вами андрей чайкин я в походе сегодня пятница декабрь в москве оттепель подмосковье заморозки вот наверно днем оттаивает потому что такой из нас не гунаст конкретной и я иду в поход пока один завтра должны уже ребята подходить ушел наконец асфальтом прошел деревню вот и вышел на такую тут вот песная дорога на ней по крайней мере наст и удобно сани катить немножко запарился это уже второй раз отдыхаю 4 и там сильный взял или не знаю может оделся слишком тепло но жарко сегодня я с санями и с палаткой и с печкой то есть если прошлый поход у нас я отрабатывал легкое укрытие зимнее легкое зимнее укрытие было у меня да и я его сам делал там ковырялся вот то сегодня у меня такое классическое будет укрытие в виде палатки и печки ну вот я дошел на место которое я наметил вот этот полянка сейчас я буду расчищать вообще сейчас уже 11 часов вечера ночи точнее вот такая вот такие парадоксы хочешь уйти в поход вот приходится идти ночью потому что сегодня еще и на работе задержали так что говорится намеченный план я уже решил не менять и поехал сегодня я буду полуночничать здесь ставится вон кусты за кустами ручей есть земля снизу совсем не померзший а сверху корка ну все палатку и поставил это моя старенькая такая палатка вот ветеран значит тем не менее вот я смотрю для того что все расчистить вот и поставить палатку у меня пошло 40 минут тоже немало ну что друзья я наконец устроился в своем свои халабуде давно я не ходил с этой палаткой я ее покупал лишь полгода в пятом такой сарайчик потом долго очень ходили с этой палаткой ребята пока она просто стал безбожно течь на не начала и тогда она легла в запасник пока я ее не вытянул или бору под палатку с печкой печка кабанчик который собственно второй год пользуюсь вот есть она немного вот я поставил здесь эта палатка общая считается пятиместная вот но весит она 4 килограмма 4 с хвостиком каким-то там небольшим сейчас конечно наверняка побольше весит потому что она старая на ней грязи килограмма полтора полкило точно есть только на камчатке и это так извозили что дальше ехать некуда вот и я вам скажу что очень тепло тут главная проблема у меня оказалась вот какая вот это вот разделка я с ней провозился наверно часа полтора после того как палатку представил сидел ковырялся и так и сяк никак не получалось у меня ее вставить эту разделку наконец-таки я ее выгнул слегка она вставилась меня там есть такие фиксаторы которые ее держат чтобы она не выскочила вот и я затопил печку перекусил немножко и стала очень-очень даже неплохо единственно что чай наверно бы то утро ждать барочная панель на этой печки очень слабенькая конечно очень тепло сейчас очень уютненько стало вот я собою принес два коврика точнее коврик и сама надува вот у меня такой вот ноу-хау это я смотрел у глеба скоробогатого такие штучки делает на если на фонарик одеть белый мешок то он будет очень так ровно и мощно светить свет будет более мягкий плавно распределяться по всему помещению ну что растопку то я одну только засунул надо будет вылезать пилить дрова и наверное буду отбиваться привет друзья доброго утра точнее ну что можно подводить итоги по использованию такой связки палаточной как старенькая палатка дракон 5 от снаряжения и печка-пашихонка кабанчик мини по-моему так она правильно очень тепло очень экономно надо сказать что я вчера пиланул два ствола вот у меня до сих пор еще лежат дрова вот и топится печка хотя сейчас уже 11 час я так сказать поспал на всю катушку но с учетом того что я вчера очень поздно лег то что долго возился очень тепло очень классно но как всегда ну во первых этот разделка меня вчера конкретно вы вымотала потому что я ее устанавливал наверно часа два и существенно замерз пока ее ставил потому что печка естественно не топилась в это время вот потому что все мои прикиды которые я делал в городе я там палатку то не мог поставить вот и разделка просто идеально входило вот в это вентиляционное окно вот плюс у меня там фиксаторы такие есть сделаны из булавок больших английских вот и я думал что у меня все просто идеально получится но как говорится мы предполагаем а нас располагают получилась такая штука что это разделка не входит в окно когда тамбур растянут то есть она слишком узкая вот и пришлось повозиться чтобы тут же как-то профиль этой разделки изменить вот потом как-то так поставить трубу потому что в отличие от чума здесь разделка то на мягкой ткани и труба просто перевешивала печку вот и печка стояла под углом в общем трубу я подпер щепочкой такой палочкой по звилкой и вроде все получилось печку затопил печка отличная вот сразу стало тепло протапливает она конечно это помещение замечательно было ну так для сравнения ночью было где-то минус один шел снежок легкий вот а внутри где-то мерил я на высоте 10 сантиметров где-то 10-15 сантиметров от пола от уровня пола температуру было где-то 12-15 градусов тепла вот выше было вообще замечательно спалось очень тепло вот ну вот улица у меня тонкий спальник видно да залить тонкий летний спальник но наверное главная такая особенность 7 ночевки в палатке заключается в том что мы спим на земле вот главный холод зимой это идет он идет от земли и можно иметь навороченный спальник там на минус 30 допустим и замерзнуть в нем просто потому что у вас тонкий коврик все тепло будет вытягиваться из вас землю поэтому когда вы идете в поход зимой берите двойную подстилку под себя то есть два каремата или вот как у меня каремат и коврик коврик надувашка вот в таком раскладе спать очень хорошо очень тепло комфортно и все нормально да еще в идеале конечно под печку положить кусок стеклоткани вот так как какая идет в комплект с палаткой берег но у меня вот такой стеклоткани нет поэтому я использую куски фольги особенность следующая еще заключается в том что здоровенная палатка она ведь по площади мне так кажется что чуть меньше чем легкое укрытие которое делал чум прошлый раз три недели назад да вот и мне кажется что вот площадь если учесть палатку с тамбурами то площадь будет одинаково может чуть чуть меньше но полезный объем все равно не велик тут могут разместиться с вещами зимою надо так чтобы ваш рюкзак был с вами все время рядом да разве че разместиться с вещами могут два человека потому что надо учитывать что здесь у нас еще печка вот и дрова для печки но и вес народ получается что пашихонка плюс палатка весит 9 килограмм то есть где-то четыре с половиной килограмма весит палатка и где-то четыре с небольшим хвостиком весит пашихонка вот такой вот расклад вышел и переть это все плюс обычное снаряжение да то есть вот те же там спальник жральник шмоточник получается очень существенно по этой причине я вчера шел с санками с санками ничего нормально выходит то есть тут свои минусы если мы сравним допустим тот же комплект который уходит материалов у меня на легкое укрытие которое вот уставил я предыдущий раз в форме маленького чума там два килограмма весит вот эти вот тенты и все остальное и кстати говоря там можно обойтись просто карематом потому что укрытие ставится на спальное место на нарах я бы сказал так если мы идем все-таки в группе из сильные может быть морозы так чтобы быстро стать может быть сцепка палатка и печка интереснее вот и снег у нас обязательно должен лежать снег они так вот как сейчас у меня дождь идет я уже почесываю свою высину думаю как же это пойду по плану у меня сегодня еще переход а для похода одиночки легкое укрытие может быть даже при будет более предпочтительней еще на печке кабанчик невозможно готовить не знаю как у кого мою повело в варочную панель в первую же топку она выгнулась и вот я вчера поставил в воду попить себе разогреть она так и не вскипела потому что получается между ну видно даже щель между котелком да и варочной панелью она выгнута внутрь ее надо рихтовать иначе ничего работать не будет это же не факт что после рихтовки она опять не выгнется вот такая вот раскладочка каждый должен выбирать то что больше нравится вот так выглядит мое укрытие палаточка при свете дня не на самом деле я думаю основная проблема это было то что я разделку не мог вчера установить часто она уже будет устанавливаться быстро и легко поэтому на вот такое вот укрытие в виде палатки и печки очень комфортно и скажем так но она допустимо только при наличии снега потому что противном случае очень большой вес ну что ж друзья сидеть на одном месте я не хочу вот так что я сейчас буду наверно собираться и выдвигаться на новую точку вот а туда уже по координатам выйдет во второй половине дня группа который ведет барян вот там их там три человека должно подойти ребят вот такой вот у нас будет приключение сегодня погода конечно не фонтан совершеннейший в этом море с лучшим снег шел конечно доля рапец средства но жизнь облегчаю с помощью вот таких санок санки рулят подошел совсем близко к дуляру где-то метров за 500 от него есть снегоходная дорога влево вот я по ней прошел думал она выйдет пересекающая дорога удобная для меня но нифига дорога это заросла и по ней никто не ездит поэтому она забита и снегом и главное то что колодником там все завалено а вот а дуляр просто изгаляется сегодня стрельба у них просто мне надо пройти как-то через а дуляр наверно пойду сейчас договариваться со стрелками ну вот потому что если я останусь на этой дороге что я очень далеко ухожу я выйду на просеку ух ребята счета у меня косяк какой-то попал я цены наверно уже на лагерь вышли а я застрял конкретная прошел а дуляр на снегоступах вот сама дуляр то легко проходится там удобно а за дуляром начались какие-то работы на просеке вся просека разворочена тракторами глубокие колеи в колеях вода вот все время переворачивается моя мои санки из-за того что тут очень неровность большая на снегоступах тоже особо не пойдешь иду в азыка вот ползу как старый таракан вот вышел к этому самому к забору за предки а тут все разворочено блин фу как бы не пришлось ночевать не дойдя до лагеря фуху обошел вроде бы вот эти вот раздолбы вернулся назад к переправе которая тоже очень тяжелая была такая раздолбанная да я вернулся назад потому что вспомнил что там видел снегоходный след и я по нему даже какое-то время шел но шел шел их стараясь выйти на просеку а потом подумал что снегоход мог что идти обходя вот эти раздолбайство и я уже выйдя на лэп там намучился по полной программе потом вернулся назад на снегоходный след и вот вроде бы я опять вышел на просеку если по снегоходке то я более-менее быстро могу дойти вот такие вот вещи получается что я 4 километра иду 6 часов охренеть вообще ну что друзья я наконец добрался до лагеря номер три здесь уже стояли мои друзья вот правда не спали я пришел вот я их всех разбудил поднял были бы и так устроил такую веселуху вот мы сейчас уже у нас костер тент много много чаю сейчас будет и еда вот я скажу что переходик у меня получился просто жесть полная вот достаточно тяжелый хотя прошел я сегодня там 9 с небольшим километров но шел реальная 8 часов то есть очень тяжко причем я очень быстро пробежал расстояние до адуляра а вот дальше пошла как говорится такая тяжкая работа самому адуляру мне пришлось идти на снегоступах вот все ничего на снегоступах кстати говоря очень удобно двигаться вот но проблема в том проблема в том что пришлось идти по вырубку кустарника там проработали лесники и попилили кустарник и поэтому было довольно тяжко идти я боялся что у меня снегоступы на сучки попадут поэтому приходилось все время рассматривать куда ноги ставишь а раз снег плохо видно какие-то жалкие 200 там или 250 метров я шел достаточно долго вот а потом понеслась полная жесть за адуляром потому что там проводились какие-то работы не знаю видимо по электричеству потому как там лэп идет и все разворотили бульдозерами там такая жесть была потому что надо все время переходить через вот эти вот глубокие борозды сверху снег снизу вода если просто вода то трясина жижа такая вот и проваливаешься и даже в языка идти тяжело потому что ноги засасывает там все время жижа какая-то у тебя тенденция все время упасть вот и на самом деле я падал несколько раз да и вот ты падаешь в это все вот и оттуда начинаешь выцарапываться тяжко устал как собака дикая но вот потом уже вышел на просеку по просеке там идет хорошие снега снегоходная дорога достаточно быстро я дошел до криться нужного поворота в запретку здесь конечно я по целине по снежной немного повозился потому как снега то не так много а вот проблема в том что под ним вода вот это основное и очень много колодника то есть какие-то завалы которые мешают спокойно идти ну наконец вот я в лагере эксперимент удался вот выводы сделаны на предмет того надо ли ходить в оттепель народ я вам так скажу не надо дождитесь мороза ходите в мороз вот теперь не ходите это жесть какая-то мокрый я полностью будем так до подмышек вот сейчас сижу сохну вот и пью чай а так как девять часов шел нормальной воды не было я как-то рассчитывал что да ладно я там сделаю себе на турбопечке чайок попью походу а вот получился такой уже темнеет надо скорее 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 если я чаще начну делать вообще в час ночи приду вот были даже мысли такие что пацанов здесь поставить на автопилот чтобы они с они уже так и решили что я не приду вот а самому становиться в лесу но я все-таки решил добраться вот так вот не ходите вот конечно да эксперименты можно поставить ходить надо в любую пару году до себя проверить вот но одного раза я думаю это достаточно не стоит злоупотреблять проверками вот так вот вот такой вот у меня получился походит переходит точнее спали мы до 12 пока попили кофе поели собрались опять семнело так что уходили на станцию снова по темноте по крайней мере сегодня нет зачем ты об этом говоришь вот это другое дело идем по ночному лесу у нас такой партизанская разведка топаем по таким джунглям хорошо хоть дорога известная а так если идти по компасу по азимуту здесь просто засада засадная без света сдохнешь интересное место ну что друзья наш крутой поход выходного дня заканчивается мы вышли из-за предки на волоколамку вот до электрички еще целый час что мы сейчас не торопясь медленно как бы нехотя потопаем на станцию ну что ж с вами был андрей чайкин а вы друзья ходите в походы занимайтесь туризмом это классно в любое время года даже в такую говеную погоду в которую мы попали ну что ж любая погода имеет свои плюсы свои минусы что ж с вами был андрей чайкин до встречи пока